В начале мелочи Вообще обычно полагается современным выставкам, проектам Их всегда сопровождать каким-то нарративным обоснованием Какой-то концепцией Но честно говоря, эта идея, этой темы у меня возникла совершенно спонтанно То есть никакой такой заранее задуманной мысли по этому поводу у меня не было Просто когда-то, это было давно, где-то в 90-е годы Я оказалась на... Я даже не знала, что меня это заинтересует вообще Вот эта тема механизмов, железок, вот этих всех громоздких массивов Но просто меня однажды впечатлила такая ситуация Когда я оказалась на остановленном в те времена брошенном таком заводе маяк Где изготовлялись навигационные приборы военные Завод, естественно, стоял, там было темно, холодно Там кроме станков не было вообще людей И я оказалась в таком гигантском цеху, где на меня взирались темноты Такие исторические чудовища Я совершенно не понимала, как они работают, как они устроены В общем, принципах, смыслах вообще существования Я просто их воспринимала, как такие одухотворенности огромные И я помню, что это очень надолго во мне так содержалось, это впечатление И после этого почему-то меня все время тянуло фотографировать какие-то кучи металлолома У меня накопилось очень много таких антихудожественных фотографий совершенно Потом то и дело я почему-то зарисовывала, например, заднюю сторону холодильника Или батарею права утопления, я даже не знаю зачем И в результате вот это вот накопление вот этого ощущения Вылилось вот в целый цикл этих работ А позже я узнала, что оказывается я не одна такая И, кстати, уже давно не одна такая Потому что уже лет 30, если не больше Во всяком случае в западном искусстве Существует такой просто колоссальный интерес К такой индустриальной разрушенности И много художников занимаются разрабатывать эту тему И вот эти вот вещицы, которые отживают свой век Как бы прощаются с нами, как уходящая в цивилизацию Вот эта технологическая Как мы сами видим, на смену ей приходят Совершенно миниатюрные и даже невидимые технологии И поэтому эти вещи, они как бы Художники сразу за них хватаются, чтобы их как бы переосмыслить эстетически И они превращаются в объекты такие метафизические Которые имеют определенную силу воздействия на человека И эти вещицы, они вот имеют совершенно явное, четкое, определенное название Они называются анонимная скульптура Название, по-моему, очень точное Потому что, когда их кто-то делал То есть их делали только с функциональным смыслом А художник, его роль, как бы не создавать этот объект А как бы вынуть его из реальности Или не вынуть из реальности Но, во всяком случае, увидеть его с эстетически отвлеченной стороны То есть происходит такое перепонимание назначения объекта И, значит, поскольку эта тема занимает больше трех лет, наверное То, по ходу дела, она обросла такими параллельными темами Которые, мне кажется, ее усложняют и делают более многоплановой по смыслу То есть здесь появляется тема такого антропоморфизма Который как бы корреспондируется с темой механизмов Потому что человек это такой очень тонкий механизм Совершенно непостижимый, непознаваемый Который, к сожалению, тоже подвержен разрушению, коррозии Как и железка К сожалению, это так И поэтому это соотнесение отухотворенности металлических конструкций И человеческого механизма Для меня сложилась некую такую тему Которая выражает мое экзистенциальное переживание жизни этого мира Тут также представлена тема кукол Который как бы посредник между предыдущими темами Кукла это прообраз такой модели Маленькая модель человека И в то же время кукла это простейший механизм И вот с помощью нее я тоже, так сказать, выражаю свое эмоциональное состояние Которое, мне кажется, будет понятно без слов Потому что оно выражено художественными средствами Мне кажется, художник не обязан вербально оправдываться все время Потому что его выставка должна воздействовать совсем другими средствами Но, так сказать, такое серьезное текстовое обоснование концептуальное Оно вывешено в фойе И если оно будет прочитано, мне будет приятно Потому что я старалась как-то выяснить сама собой эту тему Прояснить для себя Зачем же все-таки, почему этот интерес возник Вот, и я сейчас вижу Когда эту выставку повесили, я поняла, что она В общем-то, по воздействию она такая тяжеленькая И даже грустная Хотя я на самом деле веселая Выставка, конечно, получилась такая грустноватая Но зато честная Спасибо еще раз всем, что пришли Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Аплодисменты! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!